Всем здравствуйте, с вами на связи Леня Манутиаду, я приветствую вас на своем канале. Сегодня мы с вами рассмотрим расклад, в котором будем рассматривать по старшим арканам вашу предрасположенность к тому или иному магическому направлению, да, или вашей способности. Расклад будет на пять позиций, и я буду рассматривать только на великих арканах. На самом деле, по клану был другой, немножечко философский расклад, но я посчитала, что два расклада подряд слишком будет много на этой неделе. Что касается данного расклада, небольшое вступление сделаю. Я давно хотела его сделать, но что-то меня все-таки останавливало. И сегодня, когда я планировала записывать расклад, интуитивно почувствовала, что пришло время сделать именно этот расклад. А поскольку я прислушиваюсь к своей интуиции, иначе какой бы я торопила, я решила сделать этот расклад. Почему вступление расскажу о предрасположенности? Почему я не называю расклад ваши магические способности или таланты, и так далее, и так далее. Дело в том, что если вы смотрите мой канал, если вы попали на этот расклад, то вы притянулись ко мне в унисон, к моему развитию. И поскольку вы притянулись к моему развитию перепу, да, приблизительно, это означает, что сейчас вы находитесь в градации, в которой я разделяю по уровням развития людей примерно на четвертом уровне, но на немножко разных этапах. Кто-то может быть в начале пути, а кто-то уже в середине пути, или примерно на том же уровне, что и я. То есть готов уже к переходу на следующий этап развития своей души. Это значит, что среди вас есть люди, которые уже неоднократно воплощались, и поэтому первых два этапа развития данного уровня – это непосредственно, когда мы ищем ответы в религии, то есть очень-очень религиозные люди. Я считаю, что среди вас таких не может быть. Почему? Объясню. Потому что если бы вы были чересчур религиозны, неважно в какой религии, то вы бы не смотрели расклады Таро, так как это противозаконно касается на религии. Я не говорю о том, что вы неверующий человек, но вот именно нерелигиозный фонарь. Значит, этап этот отпадает. Следующий этап все время, мы начинаем каждый уровень с противоположностей. Это как раз-таки отречение того или иного, в кавычках, Бога. То есть первый этап у нас всегда религиозный, когда мы ищем ответы на вопросы через религию. Второй, когда мы отказываемся полностью, сто процентов от данной религии, прямо фанатеем о том, что мы атеисты, что среди вас тоже не может быть. Поэтому первых два этапа я исключаю. Следующие этапы – это очень интересные, и поэтому среди вас есть такие люди, и я это знаю. Это этап людей, которым интересны всевозможные ритуалы, познания, ведьмовство, колдунство. Далее, кто-то из вас, может быть, интересуется целительством, рейки, работой с энергией. Следующий этап – это шаманизм, да, либо у вас есть предпосылки к этому, либо как-то вот вам нравится работать со стихиями. Следующий этап, мне кажется, достаточно большее количество среди вас, когда ищут именно на уровне логики причинно-следственную связь, когда это уровень науки, да, когда мы используем какие-то научные знания для понимания, объяснения нашей Вселенной. И в большей степени, наверное, чем предыдущие уровни, это люди, которые вот не сто процентов в унисон, это следующий этап предпереходы, да, я бы так сказала, перед магическим этапом, среди нас нету, вот, кто смотрит, нету магов, потому что притягиваются люди в унисон, и я не достигла этого уровня, поэтому я и не могу притянуться к вам, ко мне маги не притянутся. Вот, предпереходный, да, как я говорю, это тот уровень, когда мы уже начинаем осознавать, что есть нечто большее, кроме стихий людей, да, работа с Вселенной, это вот непосредственно работа с историей, с информацией на других, более тонких уровнях, да, это хроники Акаши, информационные поля и так далее, и так далее. То есть это более, не то, что высокий, а другой уровень именно познания, нахождения ответов. Вот, вот такое вот вступление я хотела сказать, поэтому все, что вы услышите, почему я говорю предрасположенность, и объяснила вам вот эти этапы развития, это связано с тем, что все абсолютно, кто смотрит этот расклад, уже жили неоднократно, у вас было ни одно воплощение, в разных воплощениях вы уже много из тех этапов, о которых я уже озвучила, проходили, и как следствие, если вам что-то будет откликаться, из того, что я говорю о магические способности, это говорит о том, что вы когда-то уже занимались этим, то есть вы этим уже владеете. И второй вопрос заключается в том, что нужно ли вам снова и в этом воплощении пользоваться тем, что вы уже наработали в прошлых воплощениях, либо вам нужно двинуться дальше. Поэтому я и говорю о предрасположенности, да, вам индивидуально решать, заниматься какими-то, развивать эти качества или нет, то есть обогащать уже опыт, который у вас есть, либо начинать с нуля. Это лично ваше дело. Я лишь постараюсь рассказать о предрасположенностях, какие у вас есть способности. Это показатель того, что уже где-то в какой-то из прошлых жизней вы этим занимались. Поэтому, как бы хочется сказать, да не льстите себе, что вот столько способностей. То есть это ваша душа, которая уже этот опыт прошла и наработала. Хорошо, я решила вас порадовать, сделать пять позиций. Давайте посмотрим. Без камешка, потому что у меня не было столько камешек, только три. Поэтому позиции я хочу сделать сегодня пять. Я не буду много говорить. Раз, два, три, четыре, пять. Касательно пояснений ваших способностей буквально по одной карте. Но посмотрим, что скажет. Может быть, в дополнение, если захочу, если понадобится. Оракульная колода. Граль забытых историй. Все никак не запомню, как называется эта оракульная колода. Вот, но если по необходимости, надо будет дополню. Выбрали? Окей. Так, отодвигаю немножечко, не так далеко. У меня есть шпаргалочки. Касательно карт. Подготовилась, да, чтобы не обмануться. Итак, позиция номер один. Ваши предрасположенности, да, к магическому направлению, либо какие-либо способности. Я, кстати, хотела загадать первую позицию, вот, но неважно. Итак, у нас выпал великий аркан страшного суда. Что говорит о ваших способностях? Это привнесение новых смыслов и ценностей, умение самостоятельно возрождаться после достаточно серьезных кризисов, да, некое такое перерождение, работа с инкарнациями, работа с родом, культ предков, всевозможные способности, которые передаются, знаете, не то, что по роду, я так скажу, потому что, скорее всего, даже не по наследству, да, то есть род, в моем понимании, уточню, это не наши бабушки-дедушки, да, я уже об этом много говорила, о род, это то, когда о легенде, либо мифу одно из животных, да, может быть, птиц, может быть, любой, условно говоря, может быть, стихия даже, да, это может быть, деревья, да, все что угодно, когда впервые, да, по легенде, произошло превращение из данного существа, так скажем, да, в человека, то есть у кого-то были предки медведя, например, да, это когда вот медведь как раз-таки превратился волшебным образом в человека, и он стал покровителем тем самым и является предком. И люди, которые жили в клановой системе, да, на определенном месте, стали поклоняться именно данному существу как защитнику. Вот этот персонаж, да, является предком. И вот здесь вот, кстати, если мы говорим о магических способностях, потому что не все карты говорят о магических способностях, но говорят именно о способностях, да, то вот по этой карте я могу сказать, что вы можете работать непосредственно с родом, да, то есть получать вот эту силу. Возможно, вам нравится путешествие именно на места силы. Вы можете создавать свое собственное место силы, вы можете путешествовать на места силы. И также можете, да, работать с предками, с потемными животными. Это если мы говорим о магических способностях. Если мы говорим в общем о способностях, да, то здесь вы можете работать с хорошими психологами, да, с точки зрения именно кризисов, то есть помогать людям выходить из кризисов, помогать, либо создавать свою какую-то систему ценностей, передавать эти знания, какой-то свой очень важный опыт, основанный именно на ценностях, не на убеждениях, а на ценностях другим людям. Здесь может происходить некое такое возрождение, перерождение, когда у вас был такой опыт, да, и вы им делитесь. Я не могу здесь сказать прям вот именно о магических, магических каких-то способностях, да. Я бы больше сказала, что здесь идет вот именно понимание, да, законов каких-то вот мироздания, да, то, как устроена система, и здесь основа непосредственно связана с ценностями, с переменами очень глубокими, очень масштабными, да, вот именно в осознании. Здесь вот происходит ваше развитие, да, причем, возможно, скачок здесь не о том, что это вот прям, знаете, по лестнице, как-то, да, с одной ступеньки на другой вы переходите, нет, а здесь вот как будто бы идет расширение достаточно масштабное, то есть вы видели, да, как-то условно говоря, в шорах, а здесь происходит перерождение, здесь, возможно, именно в этом воплощении у вас должно пройти пробуждение, именно самое настоящее пробуждение, по крайней мере, у вас есть все предпосылки, и это, допустим, один из важных уроков в вашей жизни, но и также все, что связано с семейными ценностями, тоже для вас очень важно, именно создание также каких-то пониманий, да, ценностей, например, не традиционное понимание семьи, а вообще семьи, не случайно я сказала предков, да, вот эта вот клановая система, возможно, она вам будет интересна, то есть, а как люди жили, это не, условно говоря, неразгольный образ жизни, да, когда одна большая семья, да, там непонятно, кто чей папа, кто чья мама, да, кто с кем спит и размножается, а именно вот понимание общности, да, что не важно, чей это ребенок биологически, да, а важно, как его воспитать, какие ценности передать, ну, в общем, возможно, вас заинтересует система клановая. Здесь также регрессии проходят, да, то есть возвращение в прошлое, исследование прошлых ваших опытов, также может быть, как вам, это интересно, да, пробовать на себе вспоминать свои прошлые воплощения, точно так же и помогать, то есть, как профессии, да, все, что связано с памятью, если с психологической точки зрения, то есть развитие своей памяти, восстановление памяти, да, все, что связано с прошлым, я не имею в виду с вашим прошлым, в этой жизни, да, а вот как-то именно с прошлыми воплощениями, это все о ваших способностях. Еще раз скажу, здесь не столь магические, сколько на уровне сознания, просто три карты, вот прям смерть выходит, да, смерть, обучение, ну вот и две карты, король и печаль, то есть вы здесь можете, знаете, прийти к этому через какой-то достаточно болезненный урок, вот именно перерождение, да, печаль, когда, как в физическом плане происходит смерть близкого вам, возможно, человека, вы к этому приходите, к раскрытию этих способностей, либо вы можете прийти через обучение, через отказ от чего-то в прошлом, да, но здесь вот прям, такое, знаете, вот естественное перерождение, через боль, через печаль, через, знаете, когда вы задаете себе вопросом, почему со мной это происходит, почему как будто бы я хожу по кругу, одно и то же, одно и то же, может быть, все-таки корни не в этом воплощении, а где-то в прошлом, то есть вот эти вот вопросы, они включают в вас раскрытие ваших вот этих вот способностей, то есть любая печаль, утрата, естественная утрата, да, потому что смерть, это не резкие перемены, а вот здесь вот смерть, то есть понимание, определение, что есть смерть, вот эти вот все вопросы, они включат вас, скажите, скажу, заинтересованность вот в этом вопросе, да, как раскрыть свои способности, но здесь очень достаточно высокий уровень, который сподвигает вас к пробуждению, что хотела сказать, вылетело, да, просто увидела это, насколько это глубоко, это очень глубоко, это очень широкие границы, и это очень высокий уровень, да, это не астрал, это намного выше, именно уровень законов, познание законов, это тоже может быть вам интересно. Итак, мы переходим к позиции номер два, у нас вторая позиция, это шут, шут, это любопытство, это интерес, открытость ко всему новому, желание абсолютно все попробовать, передвижение, способность будить в других людях жажду, то есть здесь одна из ваших способностей, это обучаться, то есть желание обучаться, но не глубоко, а достаточно кое поверхностное, знаете, как правило, про близнецов говорят такое, что это не те, почему, потому что Меркурий, это планета познания любопытства, но это не Сатурн, в ней нет глубины, то есть здесь люди, на первый взгляд, кажутся, ключевое слово, что они эрудированы, потому что они действительно много знают, но когда им задаешь вопросы более-таки углубленные, да, то им все равно не хватает знаний, и там ты можешь понимать, что не то, что у человека нет глубины, но человек разносторонний, развитый, но не углубляется, да, вот так скажем, но знания у него однозначно есть, это люди, которые хотят знать, которым все любопытно, у них вот эта вот жажда познания присутствует, присутствует, да, поиска себя, странствий, люди, которые любят находиться в разных местах, ну, однозначно это подвижные люди, также те, которые любят давать какой-то толчок, да, знаете, как-то вот мотивировать других людей своим как-то интересом, показывать, что жить можно и значит, задачи, да, это люди, которые именно своим поведением, не теоретически, а своим поведением показывают о расширении шаблонов и снятии всяких стереотипов, главная задача по шуту расширить свое сознание, то есть убрать любую оценочность, да, что это вот это, это это, нет, все имеет место быть, да, это вот одна такая большая вселенная, в которой рождается нечто, и чтобы это нечто родилось, в нем не должно быть никаких ограничений, это главная задача по шуту, расширить свое сознание, допустить, что все возможно, поэтому нету времени на то, чтобы остановиться и углубиться, надо все, все, все абсолютно познать, опыт, это главная задача по шуту, если же мы говорим о способностях, предрасположенности, это магия хаоса, дзен, какие-то шаманские путешествия, причем путешествия не только в физическом мире, но и всевозможные путешествия в сознании, в большей степени, да, то есть если вам все-таки неинтересно как-то расширять свое сознание, да, путешествовать, видоизменять свое сознание, входить в какие-то разные там, миры узнавать, да, то как минимум в физическом мире вам все время будет все интересно, что заведет, ну, как это заведет, нет, что даст вам какую-то предпосылку к тому, чтобы вот эти вот ваши способности, да, либо желания, если они еще не предпосылки, если они еще не пробудились, да, что, что их будет запускать, упорство именно в своей какой-то профессии, и знаете, вот какие-то вот мечты, у вас будет желание, да, вот что-то хочу реализовать, именно сделать своими собственными руками, то есть здесь именно ваша профессия, она будет запускать вот это вот желание, да, упрямство, хочу все знать, да, то есть внутри сначала у вас будет появляться желание, да, какой-то, как путеводная какая-то звезда внутренняя, которая говорит, а попробуй это, а сделай это, а давай мы пойдем туда, ну, это через профессию, все время вот как-то вот ваша профессия, она будет запускать вас, вот это вот желание познать, а поскольку знания не всегда будут даваться легко, то есть вещи какие-то будут непонятны, и здесь, понимаете, если люди находятся в постоянном движении, и нету усердия, да, как-то если так можно сказать это, то есть нету фокусировки, то есть внимание, она расфокусирована, у меня знаете, какая картинка идет, мое детство во многих странах бывшего СНГ, да, помню, у старшеклассников все время отправляли кого на картошку собирать, да, а у нас в Средней Азии, где я родилась, собирали хлопок, вот, представьте себе хлопковое поле, хлопок открывается, такая коробочка, и из него торчит вот эта вот, как белая вата, да, чтобы было понятно, из чего делают вату, и надо было собирать вот это вот белое, как это сказать, ну, цветение, да, вот вату вот эту, вот, когда выходишь на поле, и на везде, 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 так это, бегаешь, обычно давали людям одну порядку, да, и надо было, значит, собирать вручную, вот, насколько я помню, мой уже покойный отец говорил о том, что, когда они с матерью ездили на, на такие мероприятия, да, их отправляли со школы, с училища, мой отец никогда не мог пройти одну грядку, ему надо было везде, и туда сбегать, и сюда сбегать, вот, и пока мама обходила по одной грядке, пока до нее дойдет, да, до конца, чтобы собрать это, потому что надо было взвешивать и сдавать норматив весовой, да, мой отец уже успевал собирать за себя и за мою маму, потому что бегал вот так вот по всем грядкам, вот, к чему я это говорю, это вы как в такой истории, да, то есть везде, везде успеваю, и вот ваши вот эти вот способности, вы будете развивать усидчивости, не хватает, да, и поэтому здесь выпадает карта упорства, то есть когда вы будете на стойке, да, вот я хочу это познать, тогда у вас будет вот в каких-то моментах, вы действительно будете углубляться, но все равно потом будут появляться какие-то новые возможности, вам будет хотеться, я хочу еще это познать, то есть вы выбираете одно какое-то направление, но вы полностью в него не погружаетесь, а в него какие-то все время есть развилки, вот вам, вот вроде бы вектор один, а развилок много, и вам все хочется узнать, да, хочу это, хочу это, хочу это. Вот такой здесь, вот такая была вторая позиция, не знаю, сколько по времени говорю, так, позиция номер три, у нас выпадает старший аркан башни, здесь опять-таки я не могу сказать, что прямо вот какие-то были магические способности, кроме, ну как вариант, один из вариантов может быть боевая магия, да, то, что связано именно с разрушением, здесь не с построением, здесь с разрушением, и если мы говорим не о магических способностях, а о человеческих именно, в психологическом аспекте, то здесь способности непосредственно связаны с разрушением стереотипов, с работой над своим собственным эго, с работой над мышлением, здесь именно такое ощущение, что вот если бы вы хотели овладеть какими-то способностями, да, это было бы именно читать мысли людей, вот все, что связано с мыслительными процессами, вам это будет интересно, также вам будет интересно постоянно что-то разрушать и выстраивать заново, да, иногда вам может касаться, почему вы не сидите на одном месте, да, вроде бы, допустим, хотели выстроить отношения, выстроили, добились и сразу рушить, либо вы устроились только на работу, да, и казалось бы, все хорошо, все прекрасно, но вы уже подумываете о том, что неужели я буду здесь столько лет работать, да, уже хочется что-то другое, то есть здесь люди, которые готовы к радикальным переменам, задача ваша разрушать всевозможные устаревшие обраничения и убеждения, так же как психологи, либо как коучи, что являлось в моей прошлой профессии, да, работать непосредственно с ценностями и убеждениями, да, то есть разрушать всевозможные убеждения, рамки ограничения, показывают людям, где вы сами себя ограничиваете, да, здесь непосредственно все, что связано с нашим эго, возможно, вам это будет даже интересно, вот все эти мыслительные процессы, что запускают ваши способности, то есть здесь умение разрушать, вы спокойно относитесь к тому, что вы можете что-либо потерять, мне кажется, вот именно ваша жизнь, она переполнена какими-то, как люди говорят, трансформацией, иногда постоянно что-то меняется, и кажется, ну, блин, вот я уже не хочу, а с другой стороны, когда затишье, вы уже начинаете сами активироваться, то есть что-то слишком спокойно стало, вот, что запускает вас вот эти вот способности, вот то, что я и сказала, да, когда все хорошо, все радостно, вы здесь вот как раз-таки молитва, да, выпала, и маг, то есть вы хотите создавать, да, у вас есть свое видение того, какого-то идеального мира, да, либо не столь мира, а, допустим, взаимоотношения, как люди должны общаться, вот ваше желание постоянно показывать людям, то есть какой был бы идеал, если бы, допустим, не было эго, да, где вы сами себя ограничиваете, то есть разделение между иллюзией, и реальностью, построение вот именно своего какого-то мира, да, то есть вы сами стремитесь к определенному идеалу, который есть у вас в голове, да, вот прямо нарисовали себе вот эту вот радостную картинку, которая для вас с вашей точки зрения кажется самая такая вот подходящая, да, в которой действительно люди будут жить радостно, весело, и вот вы как будто бы, знаете, это пропагандируете своим собственным поведением, и другим людям. Вот такие, ну, пока, если честно, прям слишком магические, магические, не могу больше на уровне сознания, но я в самом начале вступления сказал, что если вы притянулись ко мне, то у вас как раз и однозначно будут схожие уровни с моим, да, вот здесь больше действительно так и происходит, именно на уровне сознания, нежели практиков. Ну, давайте посмотрим позицию номер четыре. Может быть, все-таки в дальнейшем у нас и выпадут какие-нибудь действительно магические способности. Ну, вот только я сказала о способностях, у нас по позиции номер четыре выбрала сама императрица. Императрица по древосферот как раз-таки и означает материальный мир, удовольствие, наслаждение, благополучие, поэтому если говорить о магических способностях, те, кто выбрал позицию номер четыре, это чистой воды ведьмовство, да, то есть лекарство, языческие традиции, женская магия, все, что с ней связано, да, любовная тоже, деревянная, деревенская магия, ведьмовство, все, что связано с растениями, с ароматами, с запахами, да, все, что связано с природой, все, что связано с энергией непосредственно Венеры, с красотой, с телом, вот это вот все, ну, то есть здесь вот уровень ведьмовства и колдовства, о котором я и говорила. Это вот прям ваше-ваше. Что может запускать? Вы знаете, здесь вы непосредственно, ваши способности, они уже раскрылись, знаете, вот как-то с того момента, либо когда вы съехали от своих родителей, либо здесь уже какие-то ваши предпосылки были в семье. Здесь вот прям женские-женские энергии, и по оракулу выпали женские карты, да, то есть здесь фея, надежда, дева и гнездо. Вот именно все, что связано, знаете, с чистотой, вот чистотой вашей души. Здесь ваши способности, они проявлялись с раннего детства. Вы уже обращали внимание, да, что вот вам, как это может проявляться, да, что вот вам нравится вообще быть на природе, кому-то нравится вода, вот именно какие-то очищения, да, вы как-то вот могли, боже, столько информации сразу пошел, так поток огроменный, да, то есть кто-то включился, для кого-то из вас очень важно, именно вот женские энергии, запахи, да, эта красота, как девочке, там, нравилось переодеваться, прихорашиваться, мамины гумнушки брали, туфли на каблуках пробовали, ну, прям, знаете, вот, ну, вот очень много женской энергии, природы, запахи здесь идет, да, птицы, щебетания птиц, то есть вообще природа, вот это вот, она давала оживительные какие-то ваши способности, если кто-то жил, ну, имел такую возможность уезжать там на дачу, на природу, вы чувствовали сразу себя другим человеком, как будто бы наполнялись, в детстве я вижу маленькие девочки, как-то вот там что-то на воду шептали, кто-то как будто бы смотрел в воду, как, знаете, вот, хрустальный шар, который смотрит, да, предсказывает, вот вы как, вот нравилось вам играть в это, да, нравилось срывать цветы и делать из них куколок, вот вся женская энергия в чистой воде, и все, что с этим связано, это непосредственно ваше, и это идет из вашего детства, сказки любили слушать, про разных фей, про эльфов, вот такие вот все, всевозможные магические моменты, вам очень нравилось, и вот прям вижу, знаете, вот маленькая девочка, которые вот прям, ну, я не знаю, в детстве не супы варили, а вот такое ощущение, как будто вы какие-то, здесь пластмассовые эти идут, маленькие кастрюльки, как ребенок играет в кухню, как будто бы варит зелье, что-то такое там, что-то вот волшебное, вот как-то через игру, очень, ну, это с детства у вас видно было, так, значит, четвертая позиция у нас прям такая, видимо вская, видимо вская, прям для девочек, для девочек, и, смотрим, последняя, пятая позиция, здесь какая у вас магическая способность выпал аркан, колесо фортуны, здесь у нас по колесо фортуны, ну, во-первых, десятый аркан, он всегда говорит про удачу, он всегда говорит про финансы, поэтому если мы говорим о каких-то магических способностях, то притягивать удачу, как говорится, за хвост, не за хвост, ловить ее за все возможные части тела, то есть финансовая магия, денежная магия, магия непосредственно с амулетами, заряжение всевозможных тейсманов, умение искусства выбирать правильный путь, вопросы, касающиеся судьбы и предназначения, они вам будут интересны, да, здесь могут быть всевозможные гадания, тоже торологи могут быть, также, если мы вообще говорим о профессиях, да, то здесь как-то люди, которые любят деньги, прямо вот я слышу, шелест, кто-то считает, да, в банке может быть работать, люди, которые любят удачу, азартные игры, казино, вот даже в детстве, может быть, играли во всевозможные игры, и вот удача вам сопутствует при одном только условии, если вы не будете волноваться и переживать, то есть волнение, любые всевозможные психологические переживания, расстройства, они гоняют, отдаляют вашу удачу далеко от вас, вам нужно быть постоянно, то есть чем больше вы будете спокойнее расслаблены, как говорится, как шут, хотя здесь не шут, а как некий такой глупец, удачник, тем больше вам будет улыбаться удача, вам нельзя расстраиваться, и всевозможные уроки по жизни, которые вы будете получать, вы их получаете по деньгам и здоровью вас обучают, то есть если есть какие-то сложности, то это не сложности в личной жизни, а сложности как-то по финансам, вот именно для вас это вот самое такое больное место, и если вы не понимаете уроки, потом вас бьют по здоровью, это вот самые ваши уязвимые места, а так по жизни вы удачный, удачливый человек, опять-таки заговариваете всевозможные, может быть у вас даже есть, сейчас я вижу, знаете, кто-то когда в школе сдавал экзамены, прям один раз понял, что вот в этой одежде, либо в этой майке, либо в этой рубашке, я не знаю, кто что одевает, верхняя одежда, что вот она удачливая, и каждый раз, начиная со школы, у вас это пошло, вы заметили, и когда надо было, что какие-то экзамены пройти, либо собеседование, вот прям есть какая-то такая одежда у вас, которую вы одеваете, и знаете, что вот она несет удачу, на самом деле это та энергия, которую вы заряжаете, да, то есть умение заряжать, создавать возможные амулеты, вам это, это ваше, как говорится, вам это дано, если вы возьмете эту теорию, то вы сможете, ну, то поймете, что на самом деле, ваше состояние может заряжать любую одежду, любой предмет, любую вещь на позитив, и тем самым вы будете, ну, в принципе, талисман это и есть, да, то есть здесь не столь сам ритуал, а как вы заполняете свои собственные энергии, тот или иной предмет, ну, вот представляете, я сказала талисман, и выпала оракульная карта, которая называется талисман, вы сами себе защита, кстати, да, вы можете, хотя бы колесо вортуны не заходить, но все равно, вы можете создавать всевозможные талисманы, вы можете, также, знаете, уметь хитро и ловко манипулировать людьми, потому что вы визуне, вот я вижу, все равно вы играете, как-то на удачу, да, и удача вам всегда улыбается, вот, и также есть здесь тайные знания, возможно, вам интересно работать со стихийной магией, но именно как время года, то есть вот может быть природная даже магия, не столь стихийная, с какой-то одной, то есть если работать, то со всеми, либо со всеми стихиями, либо с природной магией, либо со знанием, не со знанием, а со знанием, разные два слова, да, что-то узнавать, да, что может быть история, вам также нравится, так, что еще, ну я уже говорила, да, о судьбе, о предназначении, вот, возможно, эти вопросы вам интересны, да, удачи, да, путешествия, вам очень нравится путешествовать, все узнавать, бывать в разных интересных местах, вот это вот все и защитные, да, здесь как-то защитная магия, она тоже вам интересна, так, это у нас пятая позиция, но вот почему-то мне захотелось, и мне идет, и время у меня есть, сделать еще одну бонусную позицию, я не знаю почему, но вот мне захотелось, я ее сделаю, потому что я прислушиваюсь к своей интуиции, вот свеча у меня потухла уже, и благовония тоже, но я сделаю бонусную позицию, бонусную позицию у нас отшельник, у нас в принципе кроме двух, так как таковых, больше нет, вот именно магический, здесь я так понимаю, что уровень людей, которые притянулись, больше уже подходит к людям, которые готовы уже к пробуждению, да, первая позиция, прям то, что я выбрала для себя, именно готовы перейти на уровень ведьмаков, либо магов, прям все пройденные этапы, то есть шаманство, все такое, это уже не ваше, достаточно высокий уровень у всех, и так, отшельник, поиск поиск себя, своего пути, здесь я не могу сказать, что здесь вот какие-то магические способности, да, сколько йога, люди, которые занимаются йогой, медитативными какими-то практиками, уединения, всевозможные ретриты, обучение, вы знаете, аскеза в контексте не привязывания себя к материальным каким-то благам, здесь проходит больше учительства и передавания каких-то глубоких знаний, здесь именно духовный уровень ответов, познание себя, кто я, куда иду, что я хочу, вот здесь вот как-то так, здесь здесь учителя, да, здесь глубокие знания, здесь не про магию, здесь учителя и вот это вот ваше учительство, да, оно запускается тогда, когда вы чувствуете, что теряете некий такой баланс и есть ограничения, вот любые ограничения, да, любые привязки, я сказала, краски непривязанность к материальному миру будет запускать в вас вот это вот желание поиска, то есть в обычной, как говорится, да, в жизни вы, ну, когда все прошло, у вас в жизни вы не включаетесь с этим поиском, поиск у вас внутренних таких глубоких именно познаний, изучения себя, своей души, кто вы есть на самом деле, куда идете, ну, то есть задавание таких глубоких вопросов, для чего я здесь, происходит только тогда, когда по каким-то причинам вас кто-то в чем-то ограничивает либо связывает, тогда у вас включается вот этот вот процесс вашего творчества, да, как будто бы ваша душа специально создает такие ситуации, которые в вас будут запускать вот эти глубинные поиски, потому что любые ограничения будут выводить вас из баланса, и вот ваша как раз таки вот эта вот задача, да, прийти к внутреннему балансу, к пониманию, да, единства всего со всем, и именно вот это вот спокойствие, да, здесь йога, здесь медитация, здесь вопрос единения во всем, то есть вам нужно будет любые ограничения, это для вас разделение вселенной, да, на ограждение, на эго, то есть эго, в принципе, разделяет ваша задача все соединять, и идти именно на этот свет, то есть понимать, как можно соединить все со всем, и к этому, к этим ответам на очень глубокие вопросы, на поиски, здесь может быть поиск как-то вашим прошлым, здесь очень глубокая душа, много чего мудрая, очень много чего знает, очень много чего увидела уже, и уже такие вопросы, знаете, здесь нету страха, одиночества, да, многие из вас даже выбрали наоборот такой путь, одиночество, когда вы находитесь без пары, это был осознанный ваш выбор, потому что вы понимаете, что есть вещи, которым нужно больше уделять времени, то есть нежели какой-то вот этот материальный мир, создание семьи, то есть если у вас есть отношения, больше такие, знаете, вот, либо слишком осознанные, когда два человека дают полную свободу друг друга и не ограничивают ни в чем, либо наоборот свободные отношения, когда вы с кем-то встречаетесь, проводите какое-то время, потом расходите, потому что вам важно ваше пространство, и вам эта жизнь необходима для исследования себя, иначе вы бы не смогли, это ваш образ жизни, то есть аскетизм, минимализм во всем, да, то есть какие-то здесь древние познания, очень нравится вам много читать, вы погружаетесь в эти путешествия, прям мудрость, здесь может быть кому-то нравится изучение языков, в том числе и древних, мертвых языков, здесь вот глубокие познания, и любые ограничения, повторюсь, я скажу, на вашем пути, они вас включают, то есть вам это очень важно, да, чтобы вас периодически в чем-то ограничивали, тогда вы как будто вы просыпаетесь, выходите во внешний мир и видите ну как-то вот больше в реальность, потому что очень много времени вы проводите в себе и не всегда понимаете, вы в такой период, как будто бы провал вы открываете, как будто бы глаза смотрите, где я нахожусь, что-то я не понимаю, да, мир уже ушел, а где я, здесь вот такое ощущение, что есть вы, есть внешний мир, в котором вы через какой-то период времени выходите, но вы очень много времени проводите в себе, в познание, здесь вопрос времени тоже для вас как-то актуален, как урок какой-то, да, здесь отшельник у нас, дева, здесь знания, да, знания тоже очень важны, ключевые, прям, знаете, соединять, допустим, сердце с умом, мостики какие-то выстраивать, ну, задача соединить все, вы видите, очень все глубоко, прям погружаетесь, прям до самой, здесь может быть кто-то даже работает в архивах, что-то с прошлым, тоже может быть, вот такой был сегодня у нас расклад, раз, два, три, четыре, пять позиций, плюс бонусная, не знаю, насколько вам понравился расклад, не знаю, насколько я оправдала ваши ожидания, почему, потому что, на самом деле, еще раз скажу, что мы все притягиваем друг друга в унисон того уровня, на котором мы вибрируем, и когда, я очень люблю смотреть расклады у коллекторологов касательно способностей, тем более магических способностей, и четко понимаю, считываю, на каком уровне находится сам торолог, а это видно по его интерпретации, и здесь, сегодня я выучила это подтверждение, для исключения двух только позиций, которые непосредственно, тем более интератрица связана с магией, все остальное больше на уровне разумного, на уровне сознания, на более высоком понимании именно мироздания, то есть люди, которые готовы уже к пробуждению, готовы перейти к другому уровню сознания, то есть уйти от человека-животного, перейти все-таки к человеку разумному, к людям, ведущим, которые осознают себя, главная задача как минимум по два, четыре, по четырем позициям из шести, это прийти именно к осознанию, пониманию себя, я не говорю, что вот эти вот две не про это, но здесь больше все-таки материальный мир прослеживается, а все остальное больше на уровне сознания, расширения, создания, очень глубокие такие позиции, я рада на самом деле, почему, потому что это показатель отражения меня, да, то есть глядя на эти позиции, я вижу примерно, где я нахожу, хотя я об этом знаю, поэтому сегодня этот расклад меня очень-очень порадовал, так я смогла понять, кто есть моя аудитория, я, конечно, читаю ваши комментарии, да, и какая-то картинка складывается у меня, но вот сегодня я очень рада этим раскладам, надеюсь, вы тоже, я с вами прощаюсь до пятницы, пятницу будет, на мой взгляд, очень интересный расклад, по крайней мере, я постараюсь его такими сделать, не знаю, что из этого получится, не забываем подписываться, если вы только что попали на мой канал, нажимайте на колокольчик, это обязательно, чтобы не терять мои новые расклады, чтобы вам приходило оповещение, и благодарю вас за ваши лайки, дизлайки, комментарии, за то, что вы остаетесь со мной, можете предлагать свои идеи для раскладов, а я с вами прощаюсь, до новых раскладов, пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова